Девчонки, всем привет! Бывают такие нештатные ситуации, когда, допустим, человек по какой-то причине поправился. Ну, допустим, в нашем случае это авария плюс 25 килограмм. Ну, что можем рекомендовать клиенту-пациенту? Сейчас мы вам покажем. Значит, аппарат вы видите, как называется. Это пульсирующий вакуум. Ставится вдоль позвоночника, потом дальше в сторону бочков наших. Потом, соответственно, верхний плечевой пояс, обязательно руки. Потом таз. И потом ноги, потом переворачиваем. Значит, что мы можем порекомендовать, кроме этого аппарата? Ну, например, если мы говорим не за все тело, а за какую-то зону, где наружу рук, мы можем делать так. Мы можем раздренировать, делать капиллярами изотерапию, сосудистую арку, просто уколоть обычный липолитик. Их миллион видов есть. После этого, если вы работаете тонкой иглой, уже буквально через короткое время вы можете, в принципе, использовать такой аппарат. Раневой канал будет закрыт. То есть инфицирование будет невозможным при обработке кожи тем же хлоргиоксидином. Значит, ну вот в данном случае у нас алгоритм какой? Мы делаем этот аппарат, еще раз показываем, пульсирующий вакуум. Делается он примерно 40 минут-час 20-час 30, если на все тело. После этого можем проколоть или до этого, или после этого можем обработать кожу и проколоть тот же липолитик, или дренажный препарат, допустим, сосудистую арку. И есть еще один классный инструмент, который мы можем использовать в помощь к этой терапии. Можем, допустим, вставить капельницы. Вот сейчас мы вам скажем по составу, что можно придумать. Тот состав капельниц, который захватывает абсолютно все проблемы. Значит, давайте я просто оглашу список, и потом короткое описание каждого из препаратов. Хотя вы можете, в принципе, посмотреть все в интернете. Скажем так, не все препараты я нашла у нас в Украине, но при желании, в общем, достать можно все. Значит, читаю состав капельницы, который нужно делать курсом 10 раз, каждый день, можно через день. Значит, глиотилин 4 мл, пеканилон 4 мл, мексидол 4 мл, трентал 5 мл, витамин В6 или В12. 1 мл, панангин 1 мл, вот его нет у нас в Украине, рибоксин 1 ампула и мельдония 1 ампула. Значит, сейчас мы коротко проговорим по этим препаратам, что из них дает каждый из них. При, допустим, как вот, допустим, у нашей коллеги-подруги была проблема, была гематома. Леся, сколько ты? Полтора месяца лежала? Да. Полтора месяца под аппаратом. В общем, не будем рассказывать все нюансы. В общем, по факту есть нарушение памяти, слуха, проблемы с вестибулярным аппаратом и так далее. Глаз косит. И, в общем, что еще можно для улучшения мозгового кровообращения? Есть один препарат, который мы, в принципе, можем расписать все в нашем инстаграме. Так что, кого интересует данная тема, кто себя неважно чувствует, кто там после, не дай бог, химиотерапии, после операции, после какой-то принесенного заболевания длительного, то, пожалуйста, можете использовать проверенно и доказанную эффективность.